МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. В эти дни в Самаре проходит 18-й чемпионат России по настольному теннису. Какие потери и победы уже произошли, и как чувствуют себя гости и хозяева чемпионата? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Главный тренер сборной России по настольному теннису Игорь Подносов, человек, который дважды занимал пост президента Федерации настольного тенниса в России Виктор Батов и вице-президент областной федерации настольного тенниса Виктор Павленко. Любители спортсмена и болельщики этого вида спорта, звоните по телефону 202-11-22 и задавайте свои вопросы. Здравствуйте, Виктор Васильевич, Виктор Поликарпович и Игорь. Здравствуйте! Мы вас будем различать по отчествам. Виктор Поликарпович, ну первый вопрос к вам как к хозяину. Это такое большое чувство ответственности, я бы даже сказала, тревоги, принимать гостей, спортсменов со всей России. Как вам первые впечатления? И уже можно оценить результаты подготовки, наверное, к проведению чемпионата. Как вам все это? Ну, была какая-то определенная тревожность в состоянии того, как мы сможем, насколько мы сможем быть состоятельны в организации проведения данного чемпионата. И эта ответственность, как бы, она усилилась тем, что слишком большой временной был отрыв от проведения мероприятия подобного ранга. Чемпионат тогда еще СССР проходил в городе Куйбышеве в 71-м году. И тогда блистал наш прославленный спортсмен Виктор Попов. И это было, проходило в здании городского дворца спорта, на котором присутствовало огромное число болельщиков, более трех тысяч. Вот это было ярко, незабываемое зрелище. И от того, я еще помню, я только как бы начинал, и у меня были первые там... Самые яркие впечатления, да? У меня были первые, как бы, значит, организационные тогда вопросы, которые я решал. И насколько это было непросто сделать. И от того, как тогда прошел этот чемпионат, конечно, было волнение. Как мы его проведем спустя вот такое время? Ну, сейчас вот уже не волнуетесь? Сейчас уже нет. Ну, по крайней мере, не стыдно нам за то, как мы встречаем спортсменов и гостей. Я думаю, тут... Да, сейчас мы, конечно, спросим мнение наших гостей. Виктор Васильевич, ну, вы человек, который участвовали во многих чемпионатах, причем во многих странах мира. Есть с чем сравнить? Скажите, пожалуйста, ваши впечатления. Ну, я хвалиться не буду, но скажу честно, что я инициировал и предложил Виктору Поликарповичу, Виктору Владиславовичу Кудряшову, чтобы... Посмотрите, сколько Викторов. Да. И спортсмен Виктор Попов. Так. Провести наш национальный чемпионат в Самаре. И это произошло потому, что я подумал, Самара и Самарская область являются одним из наших сильнейших регионов по развитию нашего вида спорта. И те результаты, которые Самара показала на протяжении многих десятилетий, и то, что у них последний чемпионат странный был 44 года назад, я посчитал, что несправедливо надо все-таки жителей Самары познакомить со своими героями. А сегодня самарцы, какое у них лицо? Вот вы говорите, что такие достойные. Скажу, я понял вопрос. На каком вы месте? Помимо Тихомировой Анны и Алексея Смирнова, вот их тренер, заслуженный тренер России Виктор Поликарпович Павленко, которые уже много лет играют за сборную России, имеют результаты, призеры чемпионатов Европы в клубных, в своих делах достигли больших. Успехов многократные чемпионы России и даже победители Лиги Чемпионов. А победителями этого чемпионата могут они стать самарские спортсмены? Вот сейчас еще рано говорить, наверное. Сейчас молодое поколение, и у вас есть такая спортсменка Тайлакова, которая попала по итогам первенства Европы Рива Дельгарда в Италии прошедшим летом. Она попала в сборную Европы, и в составе сборной Европы стала победительницей первенства мира. То есть они даже обыграли в финале сборную Азии. Да, ну сильнейшие спортсмены, да, мы можем гордиться, конечно. Поэтому я считаю, что чемпионат страны, который сейчас вчера начался, 24-го, вернее, числа начался в Самаре, все великолепно. Губернатор присутствовал на открытии, вице-президент Международного Олимпийского комитета, помощник президента России Игорь Евгеньевич Левитин, городские власти присутствовали. И само открытие прошло великолепно с участием спортсменов молодых, которые показали зрителям, на что они уже сейчас способны. Да, ну посмотрим, как проходило. Ну есть такая примета, как начнешь, так в принципе все пройдет, и я надеюсь, что уже сейчас, уже чисто спорт будет решать. Да, ну, да, в спорте побеждает сильнейший, конечно. Вот Виктор Васильевич сказал, Игорь, что Самарская область на хорошем уровне, а вы как представитель Краснодарской области, тоже, да, области, да, Краснодарского края. Вы с этим согласитесь? У вас что, похуже идут дела? Или тоже хорошо? Нет, ну, у нас идут, и наш регион тоже достаточно неплохо смотрится в России. Настольный тренис является базовым видом спорта в нашем крае. Ну, то, что я вчера, я много лет не был в Самаре, то, что вчера я увидел, пообщался с руководством, конечно, я по-хорошему завидую. Мне бы так, внимание властей области, внимание властей города, это, конечно, многого стоит. Да, это определяет, конечно, дает такое направление, поддержку. Да, это многого стоит, поэтому я думаю, что здесь только при том, что еще очень активный Виктор Поликарпович, который вперед, вперед и вперед, я думаю, что здесь будут серьезные всплески или серьезные результаты придут скоро в область. Поэтому так держать и продолжать. Да, ну, давайте сейчас предлагаю посмотреть сюжет с открытия и как начинались соревнования, ну, а затем мы продолжим разговор. Встречать гостей со всей России в Самаре начали еще накануне чемпионата. Спортсмены к разъездам и гостиничным условиям привыкшие, а вот к погодным многим из них пришлось приспосабливаться. На родине Василия Румянцева, в Якутии, сейчас 40-градусные морозы и разница во времени с Самарой в 7 часов. Говорит, непривычно в феврале ходить по улице в кроссовках, но больше всего поразил климат психологический и гостеприимство самарцев. С аэропорта выехали, сразу там плакаты висят, но приветствуем гостей чемпионата в России. Такого раньше не видел. Тренировки у теннисистов начались, едва ребята успели отдохнуть. Одна из сильнейших спортсменок, участница национальной сборной Марии Долгих в настольный теннис играет 20 лет. Сейчас ей 27. Признается, борьба предстоит нелегкая. На чемпионате много юных, сильных игроков. В Самаре именно есть молодые девочки, очень перспективные, они все входят в состав национальной юниорской сборной. И с ними, естественно, надо бороться, потому что они составляют очень большую конкуренцию. Вот, и молодое поколение сейчас очень даже прибавило. Чтобы участники чувствовали себя как дома и ничего не могло помешать честной игре, столы, мячи и даже покрытие на пол должны соответствовать международным стандартам. Организаторы позаботились и о том, чтобы у спортсменов всегда была возможность размяться. На втором этаже есть еще два зала разминочные, где стоят еще по три стола с таким же половым покрытием и такого же качества столы. Это разминочные столы, потому что когда будет идти основная часть соревнований, у нас столы все восемь будут заняты, а спортсменам все равно надо где-то разминаться еще и готовиться. На соревнованиях игрокам предстоят командные турниры и личное первенство. На судейском брифинге тренерам подробно рассказали правила чемпионата и порядок проведения спортивных встреч. Когда все организационные вопросы были решены, настало время долгожданной жеребьевки. Результаты удовлетворили всех. Судя по настроению тренеров, все без исключения команды нацелены на победу. Мы восьмерки, семь, все в нормальный посев, но все команды сильные, то есть нужно играть, завтра настраиваться на игры. Мы первый тур пропускаем, вторую встречу, скорее всего, будем играть в Нижнем Новгороде. Сильная команда, шансы у нас высокие, конечно, в спорте есть спорт. Чемпионат России по настольному теннису продлится до 28 февраля. Уже 1 марта станут известны имена победителей. А вот Российская Федерация настольного тенниса чем-то помогает регионам, какую-то поддержку оказывает или нет? Вот как строятся ваши взаимоотношения, в частности, вот в популяризации этого вида спорта? Потому что вот насколько он сегодня демократичный? Раньше как было настольный теннис, даже вот фильм «Самое обаятельное и привлекательное», там вот в обед играют на этих столиках, даже все люди играли, и во дворах были вот эти вот столы для тенниса. А сегодня, кажется, вот как-то нет таких ощущений массовости. Правильный вопрос. Федерация настольного тенниса России и любая другая федерация, то есть общественная организация, она существует для того, чтобы помогать в развитии вида спорта. Это основное ее предназначение. Вот, и поэтому при федерации создан попечительский совет, который у нас возглавляет Игорь Евгеньевич Левитин, вот, и его основная задача, и в уставе этой федерации написано, основная задача – помогать. И не только морально, но и материально. Ну, я не скажу, что мы там барствуем, вот, потому что те деньги, которые выделяет попечительский совет, помимо бюджетных денег Министерства спорта России, идут в основном на сборные команды России, у нас их несколько, и молодежные, и юношские сборные, и национальная основная сборная команда. Но находим возможность помогать инвентарем, значит, заключили договор с новосибирской фирмой, которая производит столы, которые, значит, мы на исполкоме федерации распределили по количественному составу, и обеспечили, и Камчатку охватили, и Архангельскую область. Понятно. Виктор Поликарпович, а вы чувствуете эту поддержку? Ну, безусловно. Я думаю, что, может быть, для нас нет такой острой необходимости, скажем, приобретения теннисных столов или какого-то другого спортивного инвентаря, но в координации, в направлении, значит, вот этого вектора спортивного движения, это требуется, это необходимо, и мы это ощущаем. А вот, по вашим ощущениям, интерес к этому виду спорта как-то увеличивается, нет? Потому что мы говорили про спад, но, может быть, есть такой момент, когда начинается подъем, и интерес повышается. Вот насколько он демократичный и массовый, и сколько вообще секций в Самаре? Ну, я думаю, что есть такая статистика, что у нас регулярно занимается порядка 12 тысяч человек в Самарской области. В одной только нашей школе занимается порядка 400 человек. Ну, все-таки, наверное, хочется сделать этот вид более массовым, да, как раньше, чтобы звездочки рождались из дворов, выходили. Вы знаете, он стал, к сожалению, может быть, приобретать некоторые другие очертания, очертания профессионального подхода, если раньше все же теннис это был такой всесторонне массовый, доступный. Он в каждом парке, в каждом дворе, и не то, что профессиональный стол, а просто какой-нибудь забор там кто-то как-то, если где-то перевернет, да, и на этом заборе, понимаете, поставит доску, и на этом заборе играет. Вот, то сейчас я вам хочу сказать, тогда избирательность народа была все же не такая, значит, требовательная. А теперь это совершенно другой подход, уровень. Это надо прийти в комфортные условия, это надо, чтобы придя в комфортные условия, поиграв, значит, нужно принять душ, понимаете. И поэтому, естественно, уже вот в связи с подхода, да. Да, да, да. А в Краснодарском крае как, Игорь? Ну, я могу сказать, что настольный теннис культивируется в Краснодарском крае во всех муниципальных образованиях, которые существуют. Значит, школы, ДСШ, кружки всевозможные. Но я хочу сказать, вот Виттер Поликарпович еще не сказал по поводу того, что настольный теннис входит во все спартакиады, мыслимые и немыслимые. Спартакиады прокуратуры настольный теннис входит, Российской Федерации. Банки проводят спартакиаду. Банкин тоже играет, да, в настольный теннис, прокуроры. Да, МВД проводят спартакиаду. И везде, где проводят, значит, есть настольный теннис обязательно. Кстати, да, вот этот вид спорта очень подходит для организации и предприятий, да, вот легко установить вот этот стол, дать сотрудникам ракетки и давай играть. Скажите, вот каждый вид спорта развивает определенные качества, ну, понятно, кроме всех вот спортивных, там, целеустремленность, воля к победе и так далее. А настольный теннис что дает человеку? С какого возраста начинать нужно им заниматься? И вообще зачем вот выбирать для себя такой вид спорта? Как вам кажется? Какие у него преимущества? Ну, во-первых, настольный теннис такой вид спорта, что соответствует современным требованиям, которые сейчас жизнь предъявляет молодым людям среднего возраста. Сейтнот. Да, то есть у тебя мало времени на принятие решения. И вот те скорости, на которых происходит игра, ты должен сообразить не только среагировать на мяч, который летит там 180-200 км в час, но еще куда по месту его принять. То есть в определенном направлении. Вот как в бильярде, они бьют не просто так, а чтобы для следующего удара выкатить шар. Но у них времени много, а у нас его нет. Поэтому это раз. Второе. Значит, медицина провела исследование и пришла к выводу о том, что настольный теннис влияет в хорошем плане на исправление дефекта зрения. Потому что фокусировка меняется и тренируются мышцы глазные, но я не врач, поэтому... Да-да-да, потому что дети сегодня сидят за компьютерами, и это вот очень важно на самом деле, потому что зрение очень плохое у детей. И у нас просто в плане физической подготовки очень большие требования. Очень большие требования, поэтому... Вот казалось бы, да, вот стоит человек, раз, а тут требования. Вообще вот в стране, наверное, единицы людей, которые вообще ни разу в жизни не играли. Или во дворе, или в пионерском лагере, там раньше назывались пионерские лагеря. На турбазе. Либо на турбазе, либо на предприятии, где там на этажах один-два стола стояли, и там очередь в обеденный перерыв, работники играют. Да-да-да. Корпоративные соревнования. То есть я думаю, что единицы, которые вообще не держали ракетки в руках. А сейчас, Виктор Васильевич, поликарпович, извините, вот в Самаре это доступный вид спорта для людей? Потому что жалуются, есть платные секции, не все туда идут. Там какой-то режим, еще что-то. Насколько возможно? Наша школа, Олимпийская школа Олимпийского резерва номер 12, она принимает учащихся совершенно на бесплатной основе. Вот, и никаких... Ну, по показаниям, наверное, каким-то, да, физическим? То есть вы это смотрите? Да, сначала происходит отбор, но у нас есть группы, где это вот такое общефизическое направленность, где не требуется, значит, там какие-то, ну, показатели спортивные, поэтому... А со скольки лет можно уже... Семи лет. Семи. Да. У вас не раньше? Не позже? Нет, нет, везде шесть семь лет. Стандарты. И я хотел бы добавить, что по моим многолетним наблюдениям, все, кто занимался, ну, скажем так, достаточно долгий период времени, хорошие водители. А, тоже плюс, потому что у нас сегодня все водители, да? Да, хорошие водители, то есть предусмотреть, предсообразить, ведь вождение это тоже вещь опасная. Ну, основная нагрузка, вот все-таки, так если разобраться, на руки, на ноги идет, или это все вместе? И голова еще включается, да, чтобы работало? Внимание. Внимание, вот это ценится, да? Да. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Вячеслав интересуется. Хотелось бы узнать, в школу Олимпийского резерва со скольки лет принимают и на каком уровне подготовки он должен быть? Я уже сказал, что наша школа принимает учащихся в группы начальной подготовки с 7 лет. И в начале это проходит первоначальное обучение, где-то порядка 2-3 месяца, вот, и после этого уже формируется окончательно, как бы, группа, которая потом дальше, как бы, подразделяется, или она работает, как в плане общей физической направленности, или же дальше уже чисто с таким профессиональным забралом. Понятно. У нас есть еще один сюжет. Наша съемочная группа снимает вообще такой дневник чемпионата, чтобы все это осталось в памяти, как вот тот чемпионат, который вы запомнили на всю жизнь, да? Вот мы тоже это снимаем. Я предлагаю посмотреть сейчас продолжение, и затем мы продолжим разговор. В Самаре продолжается 18-й чемпионат России по настольному теннису, участие в котором принимают более 150 спортсменов из десятков регионов страны. По итогам игр первого дня 8 команд вышли в полуфинал. Валерия Коцур, главному, по ее словам, спортивному событию года, готовилась несколько месяцев. На чемпионат России самого соревнования в году. Ну, очень волнительно. Ну, ничего, наверное, как-то справляться с этим. Внутренне себя перебороть. Настраивались на общую победу все вместе. Тренер подбадривал, говорил, что нужно победить, выиграть. Вместе тренировались, вместе готовились усердно. Все хорошо, думаю, будет. Готовились к командным соревнованиям и самарские спортсменки. Мария Тайлакова уже 7 лет играет в настольный теннис. Признается перед каждой игрой, немного волнуется. Да и соперники всегда попадаются разные. Поэтому ракетка должна быть на готове. В игре нужно, чтобы характер был не сдаваться. Если проигрываешь, все равно играть до конца. В первой встрече с командой Ставропольского края команда Марии выиграла со счетом 3-0 и вышла в 1-4 финала. Вторая команда Самарской области в 1-8 уступила спортсменкам из Санкт-Петербурга. Сложности возникли и у самарских мужских команд. Несмотря на максимальные усилия, в первой встрече с командами Свердловской области и Краснодарского края обе проиграли со счетом 0-3. Возможно, причиной стала немалая разница в возрасте. В итоге победил опыт. Очень сильный оппонент. Я постарался показать, что можно было у моих сил. Психологически очень тяжело. Да и совсем другое. На тренировках не так волнуешься. Просто что-то отрабатываешь, что не получается. А здесь надо показать все, что ты можешь как можно лучше. А вот среди фаворитов на чемпионате России по настольному теннису отметилась женская команда Нижегородской области, которая со счетом 3-0 обыграла команду девушек из Оренбургской области, выйдя в четвертьфинал, где позже обыграла и самарчанок. По словам нижегородцев, это была лишь разминка. Но расслабляться нельзя. Конечно, хотелось бы еще лучше, сильнее. Потому что нужно от встречи к встрече пытаться разыгрываться. Тут очень сложно сказать, кто сильнее, кто слабее. Мне кажется, когда все выходят к столу, любой может победить. Я считаю, что Самарская область очень хорошая команда. Там молодые девочки, все очень способные, все борцы там. И я думаю, если они будут идти теми же шагами, такие же цели у них будут, которые они задали на данный момент, я думаю, у них все должно получиться. Ну вот в сюжете мы увидели лицо чемпионата практически. У нас вывешены билборды в городе с участием этой спортсменки. Приятно это видеть. Скажите, пожалуйста, вот мы выяснили, что самарские спортсмены имеют высокий класс, а они переходят, Виктор Парикарпович, в другие клубы. И как вы к этому относитесь? Есть такие случаи? Конечно, есть. Да? Вот как вам переживать такое? Ну, совершенно спокойно отношусь к этому. И понимаю то, что если спортсмен в своем развитии здесь каким-то образом приостановился, и у него нет дальше возможности себя развивать, и он переходит в более лучшие условия, более сильный коллектив, где ему предоставляются такие возможности, это хорошо. Приветствуйте. Это хорошее отношение. Вот я вам хочу сказать, что, значит, в 21 год Алексей Смирнов уехал в Германию, в Оксенхаузен. Значит, Аня Тихомерова переехала в Москву. Ну, тем не менее, изначально они самарские спортсмены, и мы этим гордимся. А если говорить о международном масштабе, Игорь, вот вы как-то сказали, что для азиатов теннис – образ жизни, которому они следуют с малых лет. Мы же по объективным причинам не можем следовать их примеру. Значит, как сказал один известный теннисист, если не можем жить как китайцы, то надо научиться работать как они. Вот сегодня эта ситуация, вот такого соперничества азиатских спортсменов с европейскими и с нашими, она как-то меняется? Мы выравниваемся? Или все так же они в основном лидируют? К сожалению, нет. Я говорю, что, когда спрашивают, насколько китайцы обошли Европу, я обычно говорю навсегда. А в чем их секрет? Вот в чем секрет? Ну, нам приходилось очень часто быть в Китае, смотреть, значит, условия. Во-первых, очень сильная государственная поддержка. Понятно. Государственная поддержка. Очень серьезные центры. В каждом из таких центров, о котором сейчас сказал Игорь, их действительно огромное множество. Я вам скажу, порядка там, может быть, 40-50 теннисных столов. Это одновременно могут начать свою тренировку 100-120 человек. Представляете? В одном зале по 6 трениров. Вот это массовость. И какая высочайшая селекция отбора получается. И, конечно, уже на выходе это, получается, спортсмены не случайного порядка, а отобранные. И люди, которые готовы выполнять самые высокопрофессиональные требования. Да, да, да. Что касается тенниса. Вот, тем не менее, извините, пожалуйста, просто немного так времени остается. Хочется гостям тоже дать слово. У нас, примером тому, что у нас сильные спортсмены, это, конечно, Олимпиада в Сочи. И вот я хотела у Виктора Васильевича спросить. Специфика спортсменов настольного тенниса в России есть же своя? Вот у азиатов своя. А у нас какая? Специфика? Наша сильная сторона какая? Мы же тоже все-таки. Интеллект. Интеллект? Да, у нас... Прежде всего. Интеллект, и поэтому, в принципе, тренерская работа. Вот я бы сказал, что тренер, он в первую очередь должен быть селекционером, отобрать материал. Если так будет правильно сказано. И второе, не ошибиться со спортсменом. То есть можно сделать ставку на спортсмена, а у него, там, предположим, какое-то несоответствие идет к критериям, чтобы стать игроком высококласса, международного класса. И поэтому, чтобы в холостую работа не прошла. Вот, и поэтому здесь вот и класс тренера-преподавателя, педагога, и заключается, чтобы не ошибиться. И вот, поэтому вот наши игроки, российские, они чем берут? Они интеллектом. Да, это мы уже уяснили. Вот, Виктор Поликарпович, скажите, пожалуйста, в вашей методике тренера вы используете прессинг и такое жесткое давление на спортсменов для того, естественно, чтобы повысить их уровень и к победе направить? Кнутом. Здесь и сейчас скажу, что нет. Нет? Но использую. Потому что вот тренер, конечно, архи-сложная задача. Кстати, вот, Игорь, у вас есть же тренерская практика тоже? Есть, и заслуженный тренер России. Вот, а вашими секретами не поделитесь, чтобы вот наши юные спортсмены услышали тоже и какие-то, может, советы от вас? Ну, вы знаете, я еще, будучи спортсменом, был мастером спорта международного класса, чемпионом Советского Союза. Потом ушел на тренерскую работу. И то, что я получил или видел, вот, то, что те тренеры, которые со мной работали как со спортсменом, я собрал все самое лучшее. И, в общем-то, это использовал в своей тренерской работе. Школа. Ну, вот, советы для молодых начинающих спортсменов. Как повысить свой рейтинг, свои успехи в этом виде спорта? Ну, во-первых, надо много работать. Так? Много работать. От Виктора Поликарповича совет. Ну, я думаю, прежде всего, я бы даже не спортсменам дал бы на начальном этапе, а родителям, что родители должны, значит, быть очень заинтересованы в том, чем занимаются их дети. А уже, когда родители заинтересованы, они делают, создают такой климат, который помогает ребятам преодолевать первые их сложности. А потом, по мере того, как их движение происходит, они научатся и терпению, и, значит, выучке, и уже, как бы, потом происходит их вот такой путь становления. Но на начале... А вот одна вещь важная сказать. Да, вы тренер-педагог. Одну важную вещь. И прям немножко у нас времени. Нет, вот здесь сидят три человека, все три заслуженных тренера России, вот, но самый высочайший результат, который мы показали, это было четвертое место в Афинах, в Олимпийских играх, где принял участие самарец Смирнов, самарец Павленко, который его подготовил, старший тренер сборной Подносов и под руководством президента Батова. Вот так вот, отличное завершение нашего программы. Спасибо огромное, удачи всем, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания.